Ситуация с коронавирусной инфекцией в республике остается напряженной. Уже больше месяца ежедневно регистрируется смерть от COVID-19. За последние сутки заболели еще 123 человека, 11 скончались. О мерах предотвращения распространения вируса говорили на заседании Оперштаба. Чувашия получила более 20 миллионов рублей на препараты для амбулаторного лечения COVID-19. Напомним, первый транш пришел еще в октябре 2020 года в размере 45,8 миллионов рублей. Всего для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19 с федерального бюджета направлено более 70 миллионов рублей. Вся сумма законтрактована. В 37 медицинских организациях работают центры амбулаторной диагностики и лечения COVID-19. Бесплатные лекарства от коронавируса получили свыше 6 тысяч пациентов. Второй транш, который поступил в размере более 25 миллионов, тоже конкурсная процедура запущена. Они проведены, соответственно, уже в январе месяц мы тоже будем в планном порядке получать лекарственные препараты. Соответственно, и боя по обеспечению лекарственных препаратов для амбулаторного сегмента не будет. До конца декабря медики, работающие с COVID-19, получат дополнительные выплаты. Врачи, средний и младший медперсонал стационаров и поликлиник, сотрудники скорой помощи за счет средств федерального бюджета. Те, кто работает в медорганизациях, но не являются медработниками за счет республиканского. На заседании коснулись и темы предстоящих праздников. Мы здесь с вами должны исходить из простых вещей. Вот есть ограничения, да, мы говорим, что дополнительных ограничений не будет. Вот в числе ограничений запрет на проведение корпоративов, запрет на проведение организованных массовых мероприятий. Это касается в том числе и новогодней ночи. Поэтому, если такого рода явления есть, если отдельные предприятия зазывают различными способами на такие мероприятия, я прошу доехать, посмотреть, проговорить и еще раз заакцентируйте внимание коллег, что этого делать, наверное, все-таки не следует. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует встретить праздники в кругу семьи. Ряд ограничений коснется и посещения храмов. Обязательное ношение защитных масок и использование масок даже священнослужителей во время таинства и исповеди, где тесный контакт с прихожанами будет, соблюдение миросоциального дистанцирования, для этого осуществить соответствующую разметку. Людям старше 65 лет рекомендовано и вовсе воздержаться от посещения церквей в праздники. Минпромторг России дал свои рекомендации по снижению концентрации покупателей в период предновогоднего повышенного спроса. Увеличить время работы торговых объектов вплоть до перевода на круглосуточный режим, количество работающих касс, чтобы не было очередей. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.